Приветствую всех на моем канале Швили Фэмили Исраэль. Меня зовут Юля. На этом канале я рассказываю об Израиле, а также о той волне антисемитизма, которую мы наблюдаем уже на протяжении 10 месяцев по всему миру. Последние недели я рассказывала про Олимпиаду, про то, что происходило на Олимпиаде. Ну и, конечно же, я не могла обойти вниманием наших израильских спортсменов. Сегодня я побеседую с нашим спортсменом Михаил Яковлев. Добрый день. Всем привет. Представлял нас в двух дисциплинах, и Израиль впервые был представлен в этих дисциплинах на Олимпиаде. Все верно, да. Это спринт и кейрин, правильно сказала. Кейрин, да. Кейрин. Расскажи немного о себе. Ты с 2022 года живешь в Израиле, тренируешься в Израиле, и впервые ты поехал на Олимпиаду, правильно я понимаю? Да, все верно, да, да. И под флагом Израиля. Да, ну тренируюсь в Израиле только тогда, когда позволяют погодные условия, потому что летом слишком жарко. Здесь велотрек открытый, и слишком жарко для тренировок, не получается полноценно тренироваться. Слишком быстро устаю, и, да, в общем, слишком высокая температура, поэтому мы в основном лето проводим в Европе. Вот, в Олимпиаде тоже готовились в Европе. Да, первая моя Олимпиада. Получилось очень хорошо, на самом деле, подготовиться физически и морально. Думаю, в своей лучшей форме был физически и морально. Но, к сожалению, без медалей пока. Ну, будет чемпионат мира через два месяца. Готовимся туда. Представляете, израильский флаг? Да, для меня, конечно, значит очень многое. И я горд этим, и безумно рад, что могу представлять целую нацию. Да, получил очень много сообщений. Принес, вела спорт на треке в каждую квартиру, в каждый дом. И, конечно, это другая моя основная задача, прославлять этот вид спорта, развивать его в Израиле, чтобы больше детей приходило, начинали тренироваться, появлялись новые чемпионы. Да, у нас есть такие уже, ну, национальные виды спорта, это дзюдо, то есть у нас практически все мальчишки записываются в секции под дзюдо, девочки, это художественная гимнастика. И вот сейчас я увидела тоже, когда шла Олимпиада, есть официальный аккаунт нашей олимпийской сборной, и там, когда рассказывали о тебе, то начали вообще рассказывать об этом виде спорта. Ну, потому что, да, не раз я подчеркивала, что спорт у нас, конечно, не на том уровне, как, например, в других странах, и поэтому некоторые виды спорта для нас, ну, в новинку абсолютно. И когда у нас есть спортсмен, который представляет нашу страну, это, конечно, очень почетно, очень приятно. Насколько было, скажем так, тревожно ехать все-таки на Олимпиаду, потому что мы говорили о том, что наша сборная получала и угрозы разного характера, и, ну, в общем, не очень некоторые спортсмены хотели видеть израильтян на Олимпиаде. Ну, я уже, наверное, стал таким более-менее израильтянином, приспособился ко всем этим угрозам, и, да, вот этим вот угрозам, которые, возможно, можно получать и публично, и лично, и как-то уже моя реакция на них ослабла. То же самое. Я думаю, так у всех израильтян происходит, которые здесь проживают, и как бы серьезно их уже не воспринимал. Ну, плюс очень хорошая была у нас защита там. Мы защищали и французские специальные службы, самые элитные, и израильские тоже. Так что в этом плане все было хорошо. Какая была атмосфера вообще вот в самой Олимпийской деревне? То есть как другие спортсмены вас встречали, реагировали? Ну, вообще, честно говоря, 95% времени мы прожили в отеле рядом с треком, а не в Олимпийской деревне. Потому что наш трек находился в 40 километрах от Парижа. И, конечно, ездить от деревни туда-обратно каждый день на соревнования было бы не совсем резонно. У нас старт начинается рано утром, заканчивается вечером. И мы как бы расположились поближе к треку, готовясь на результат. Но в то же время приезжали в Олимпийскую деревню в гости перед стартом и после старта. Даже одну ночь там я провел. Ну, конечно, да, ощущается. Очень большая территория. Много нужно гулять. Но там есть и велосипеды. Даже чтобы до столовой там дойти, нужно пройти какое-то количество шагов. Ощущается, ну, в целом ощущается по всему Парижу и в окрестностях Парижа атмосфера Олимпийских игр. Конечно, я там был много раз. И отличается, да, вот эта поездка во время Олимпийских игр. Да, очень мне понравилась атмосфера и все вот это. Я этого очень долго ждал. Конечно, впечатляет. Расскажи еще про своего тренера, кто тебя тренирует и как вы готовились, ты уже сказал, в Европе. Ну, вот немножко подробнее о нем. Да, мой тренер, его зовут Олег Лагунов. Мы с ним заработаем лет 7, наверное, вместе. С России еще, с Москвы начали работать вместе. Он меня очень хорошо знает. Собственно, у него огромный вклад в мою подготовку. Если бы не он, то ничего бы не получилось. Просто моя форма, это вот, когда он показал свой уровень, как он может меня подготавливать. Я думаю, это очень важно. И также в будущем, возможно, мы могли бы растить и новых израильских спортсменов. Расскажи об условиях, ну, зимой, например, не летом. Какие здесь вообще у нас есть, есть ли вообще условия для твоего вида? Ну, зимой, наоборот, скорее холодно. И когда дожди, то не очень круто, потому что у нас трек, он как бы наполовину открытый, наполовину закрытый. Крыши есть, а стен нет. И когда весер поддует, там и дождик, то вся эта вода льется на полотно, и мы тренироваться уже не можем. Конечно, было бы хорошо его закрыть и поставить там кондиционеры, но, видимо, в этом тяжело это сделать, видимо. А есть ли у нас вообще спортсмены? То есть есть ли тебе с кем соревноваться здесь, в стране? Нет, нет. Это точно нет. Вот только с недавних пор они начали только проводить на треке гонки спринтерских дисциплин, спринт и керин. То есть до меня их даже не проводили, даже никто не знал об этом. Так что, конечно, нет. Вот спринт, одна из моих дисциплин, начинается с квалификации. Квалификация это 200 метров сходу. Каждый гонщик ездит по очереди 200 метров сходу на время. И потом, исходя из этого времени, они, судя, составляют сетку, по которой уже начинаются матчевые заезды, один на один спринтов. И вот по этой квалификации есть мировой рекорд и олимпийский рекорд. То есть это так же, как в легкой атлетике спринтера там у Сейн Болт, они вот бегали 100 метров, только не 100 метров, а у нас 200 метров. И секунды, кстати, те же. То есть там у Сейн Болта 9,58, у нас там 9... Олимпийский рекорд был 9,2. Вот сейчас я проехал 9,152 тысячных секунды. Поставил новый олимпийский рекорд. Ну и потом он продержался, может, там еще 5 других гонщиков проехали медленно, и потом проехали 2 гонщика. Они поставили мировой рекорд. И я оказался третьим по этой квалификации. Потом один из них стал олимпийским. Они заняли первое, второе место в итоге. И тот, кто занял первое, он тоже уже многократно олимпийский чемпион, чемпион мира. Но разница была минимальная. То есть по чистой скорости я очень близок к самому быстрому. Осталось притянуть тактику. Да, в принципе, потому что уже не только чистая скорость важна, но и другие нюансы момента, типа физики даже, когда там со второй позиции ты едешь, ты за счет того, что у тебя сопротивление меньше, ты введешь в воздушном потоке и можешь набирать разницу скоростей и как бы наслепстыми обгонять. Плюс первое там тоже зависит от траектории очень много. И плюс тактика тоже, в какой момент ты поедешь. Финальное твое ускорение чуть раньше или чуть позже. Все это очень сильно влияет на результат. И то есть там не только скорость, как в легкой атлетике, но и ум тоже. Хотя в легкой атлетике, я тоже уверен, ум должен быть. Ну и там важен тоже то, на чем ты едешь. То есть там велосипед взвешивают, проверяют. Вот расскажи про это тоже. Это не просто так. Да, взвешивают, конечно, проверяют его. Все параметры, длину выноса, все параметры, длину, ширину, везде. Все проверяют. Также на всякие специальным аппаратом проверяют. Если там какие-нибудь двигатели или электродвигатели, да. Такие моменты происходили в велоспорте на шоссе, когда кто-то пытался исчетерить. Вот. Ну есть определенные марки. Их там может быть штук пять. Самые топовые. Или там британские, немецкие, голландские, французские, японские. Вот. И вот все как бы на них. В Израиле, к сожалению, нет. Вот. Я езжу на голландском велосипеде. Они все примерно одинаковые. И по весу, и по жесткости, и по аэродинамике. То есть чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. От колес тоже много зависит. От комбинезона. Вот, например, мой комбинезон стоит 7 тысяч евро. Его специально, на мой взгляд, все тело сканируют. Потом по нему шьют комбинезон. Максимально аэродинамичный. И удобный. Вот. Вот. Также бахилы. Там очень много. Целая сфера у нас. Это очень, конечно, дорогой и технологичный вид спорта. Ну и плюс уже мы сами, как мы подготовились. Да. То есть там даже смотрели по стоп-кадрам, кто из вас все-таки проходит. Да, это называется фотофиниш. И я проиграл британцу. И я проиграл британцу ровно одну тысячную секунду. Это мы едем на скорости 78 км в час. И это вот меньше миллиметра. Я на самом деле... Многие возмущались и говорили, что невозможно это неправильно по такой разнице судить, потому что там даже по фотофинишу даже невозможно заметить эту разницу. Это одна тысячная секунда. То есть вы можете попробовать взять секундомер в телефоне и вот максимально быстро сработать, там будет несколько сотых секунды. Это получается в несколько десятков раз меньше. Ну, в общем, да. Вот такие вот у нас спринты бывают. Можно было это как-то обжаловать или это уже не... Нет, нет. Одна тысячная секунда. Такое бывает. Даже потом, насколько я знаю, через несколько дней было у девочек прям ровно. Меньше одной тысячной секунды финиш. Вообще они ровно финишируют. Вот такое вот, да, бывает. И как там решилась судьба девочек? Ну, кстати, не знаю. Ну, я знаю. Это, по-моему, был первен заезд, и они там не ехали, то есть не один на один. Там было это менее важно. Они обе проиграли. А когда бывает один на один, вот так, я думаю, дают перезаезд. Называется, да, мертвый заезд. Ты сказал, да, что сейчас это новый вид спорта для Израиля, и многие израильтяне иврита-язычные тоже подключились к просмотру. Получал ли ты от них тоже сообщения, реакции? Как вас встречали? Вот это тоже интересно. Огромное количество реакций я получил из сообщений, не только из Израиля, и со всего мира, от еврейского сообщества, из Австралии, Америки, Канады, Британии. Просто тысячи сообщений из Израиля, да, в частности, всеми меня многие благодарили. Встречали нас тоже, конечно, очень тепло. Очень много людей было. Я, на самом деле, у меня там велосипед просто задержался. Я не пришел, и я задержался, я там пытался выяснить, и заполнял бумагу, и я пропустил все это. Но там какая-то группа осталась и для меня тоже. Миша, Миша, Миша! Другим отбоим! Олег, Олег, Олег! Олег, 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 Олег! С приездом! а на церемонии закрытия да, я был на церемонии закрытия и как это проходило какие это ощущения когда ты там внутри этого мирового события ну, к сожалению сейчас я об этом жалею я был расстроен и Олимпиады моим результатом и то, что медали не было и как-то мне это не позволило насладиться в полной мере но потом я пересмотрел по телевизору да, классно ну, церемония открытия мне понравилась больше на самом деле знаешь, там все ждали Red Hot Chili Peppers концерт на церемонии закрытия и в итоге их показали на мониторе из Лос-Анджелеса все общее разочарование там все ждали ну, а Том Круз, который там носился да, классно, классно удалось как-то к нему подойти? нет, я с другой стороны совершенно был но я видел, как он прыгал ну, тоже интересно потому что все наблюдали мы увидели, как там пытались к нему люди подойти и подойти поближе Миш, ну, во-первых, я хочу сказать что, да, ты как расстроен как спортсмен, это все понятно но я думаю, что страна на самом деле и я вижу это и по комментариям которые пишут мне люди они благодарят всех вас спортсменов, тренеров и вообще всю делегацию которая в столь сложное время нашла силы поехала, несмотря ни на что несмотря на те угрозы, которые были несмотря на то давление которое на вас оказывалось потому что тоже находиться постоянно под охраной службы безопасности это тоже нелегко и еще при этом готовиться, настраиваться и выходить на олимпийские соревнования это, конечно, очень нелегко поэтому большое спасибо я думаю, не только от всех моих подписчиков я думаю, что для нас, для всех спортсменов и для всей олимпийской делегации думаю, это самую важную часть занимает вся вот эта вот поддержка из Израиля просто это очень важно, очень помогает чувствуется прям от сердца к сердцу спасибо да, и очень многие об этом говорят что вот во всей этой темноте которая сейчас происходит вот эта олимпиада это стало таким лучиком света для очень многих следили за всеми болели за всех и поддерживали вас так что спасибо большое будем наблюдать через два месяца за чемпионатом мира и я уверен да, с рождения октября да, хорошо так что пожелаем удачи спасибо большое удача тебе но я обращаюсь к моим зрителям что продолжайте следить за каналом продолжайте следить также за нашими спортсменами хоть это немножко отвлечет вас от новостной повестки которая не всегда к сожалению радует это был канал Швили Фэмили Исраэль встретимся здесь до встречи пока-пока до встречи это лето спасибо Продолжение следует...